вот такую вкуснятину сынулечки приготовила поступил у меня в колледж сейчас подробно вам расскажу какие колледжи есть новороссийские сейчас перекусим и немножко поболтаем всем большой привет вы на канале ольга новороска напомню что меня зовут ольга мы переехали в новороссийск в 2017 году и в этом году мой сын закончил девятый класс и стал вопрос что делать дальше идти дальше в 10 класс или в колледж раньше когда я училась однозначно мы все шли в 10 класс потому что нужно было высшее образование то есть высшее образование люди получали ну больше там 80 90 процентов колледж уходило очень мало в основном дети которые ну плохо учились сейчас все изменилось во первых очень много стало факультетов не то что раньше там были пт у техникум и в основном требовались и были специальности только именно рабочие специальности сейчас очень много интересных факультетов появились факультет архитектура реклама маркетинг информационные системы видеонаблюдение программирование сетевое администрирование и так далее и я думаю что в общем то если дальше дальнейшем он захочет уже более зрелом возрасте пойти в институт то все дороги для него открыты и так все таки решили поступать в колледж и я начала активно изучать а кто еще будет активно изучать дети говорят ну да мы подумаем у нас еще есть время и вот они все думают думают игру ну что куда ты хочешь поступать он говорит ну давай я сначала экзамены дам школьные потом подумаю вот я давай все активно изучать мы ездили в несколько колледжей на день открытых дверей и из того что у нас есть новороссийские это основные колледжи которые мы сразу мы убрали в сторону потому что ему никак не хотелось идти медицинский сразу отказался дальше железнодорожные все что связано железными дорогами тоже отказался педагогические и у нас остались колледжи это радио колледж колледж экономики и строительство сокращенно нкс также колледж имени адмирала ушакова морской колледж там на базе колледжа можно дальше пойти учиться высшее образование получать сначала на первом месте у меня был колледж морской их ушакова сходила на день открытых дверей немножко расстроилась что они полностью перешли на платное обучение то есть у них вообще бюджетных мест нету не важно сколько ты баллов в школе заработал то есть все колледжи смотрят на балла морском колледже на это не смотрят пять баллов у тебя или три балла тебя возьмут я говорю ну как так что у вас вообще нету никакого конкурса они говорят ну нет я говорю ну как ну допустим кто-то захочет на программирование пойти а этих желающих будет там не сто человек а сто пятьдесят человек а везде те же определенные нормы он говорит нет у нас но таких нету то есть если будет больше народу то у нас больше групп будет то есть не важно самое главное чтобы вы подали документы вовремя в срок прошли медкомиссию и не важно там двадцать пять человек на этот факультет подала или сто человек вот и там обучение в этом году идет девяносто семь тысяч может 95 может 97 вот так приблизительно вот и факультетов тоже очень много там отдельно делится на морской и транспортный и в общем то специальности очень много но все идет платно мне сын категорически не захотел носить военную форму потому что неважно ты там учишься на бухгалтера или ты учишься там на работу в порту на судостроение или что-то все равно они ходят все форме морской то есть у них специальные зимние одежды и китель рубашка то есть все вот там построение все как по-военному как положено ну ну ни в какую говорить не мое это вот все что военное вот и вот это главное у него было приоритет но по финансам в общем то конечно если бы хотел туда то мы бы конечно постарались и пошел бы вон в то направление но сейчас получается колледж у шакова идут либо те кто любят вот это военное дело мечтают там ходить на корабле работать именно все что связано с портом либо второй вариант у кого низкие баллы и он не проходит другие колледжи по баллам то платно там его примут ну и два варианта у нас осталось именно в новороссийский это радио колледж и колледж экономики и строительства но больше всего котируется по городу это колледж экономики строительства очень много я прочитала отзывов родителей детей которые учились в этом колледже и все более довольны именно образованием то есть там старый такой косяк этих преподавателей то что они именно учат абсолютно там неважно ты учишься на бюджете или на коммерции но то есть если вы хотите дать хорошее знание то надо идти экономики и строительства ну я все таки с сыном посоветовалась и мы решили подать документы и туда и туда больше всего было интерес экономики и строительства это факультет системного администрирования поэтому мы подали и на бюджет и на коммерцию в колледже радио там его значит заинтересовало программирование и банковское дело намного меньше баллы идут в радио колледже и намного выше в колледже экономики и строительства вообще вот сейчас когда уже вышел приказ о поступлении я посмотрела по всем факультетам в колледже экономики и строительства если у вас ниже 3,6 баллов вам лучше даже не подавать документы потому что практически во все факультеты там хороший конкурс ну конечно если факультет связан там с компьютерами то там самый большой конкурс принимают по 25 человек 25 человек в группе а подают там допустим вот сетевое администрирование у нас было 206 человек на бюджет и 165 человек на коммерцию то есть неважно даже если ты платно поступаешь это не факт что ты туда поступаешь а радио колледж все зависит от факультета некоторые даже факультеты сейчас еще есть свободные места и можно еще подать документы но некоторые тоже есть конкурс значит радио колледж находится в южном районе и колледж экономики и строительства это в центре города на советов находится вот подали в общем и туда и туда документы но когда подавали документы допустим в радио колледже мне что не понравилось то что ты подаешь документы на бюджет а тебе тут же дают договор на какие-то благотворительности что ты обязан если ты значит поступишь оплатить 10 тысяч как благотворительность институту но кстати так не было именно текста если ты поступишь то есть почему я этот договор не подписала сказала я его подпишу только после того как ребенок поступит там написано с момента подписания договора вы обязаны оплатить 10 тысяч в любом там банке на такие-то реквизиты я говорю здесь же не написано что с момента поступления то есть это сразу вот с момента подписания договора он говорит да не переживайте если вы не поступите вы платить не будете я говорю но это должно быть в договоре указано то есть любой человек который просто дает документы он уже заранее подписывает договор о каких-то деньгах то есть сразу пошли уже сборы человек еще не поступил только подает копии документов и уже пошли сборы ну и конечно же я всегда напоминаю подписывайтесь на канал ставьте лайки мне это очень приятно ну и также всегда когда человек подписан на канал он не пропустит какой-то для себя полезной информации вам все равно мне приятно ну в колледже экономики и строительства все продумано там много человек сидит много преподавателей когда подаете документы единственное вот под конец получилась ситуация непродуманная так как был очень большой конкурс то с нашими баллами на бюджет и сестивого администрирования мы были двадцать вторые а всего двадцать пять человек принимают и данные они только вот известны на пятнадцать часов там восемнадцатого августа а документы принимаются до шестнадцати часов но даже больше будут приниматься в общем когда мы пришли в пятнадцать часов чтобы понять проходим мы на бюджет или нет кроме нас пришло еще семьдесят детей семьдесят родителей вот такая большая толпа и все пытаются поменять копии документов на оригиналы если вы сдаете оригинал тогда вы проходите если у вас копии документов то не проходите и оригиналы надо принести до восемнадцатого числа и до шестнадцати ноль ноль вот и так как мы были двадцать вторыми и кроме нас пришло семьдесят человек а всего три места осталось бюджетных то мы как-то мы побоялись рисковать потому что если мы подадим на бюджет то нам не светит коммерция то есть оригинал надо либо туда положить либо туда вот поэтому мы подали документы на коммерцию там сразу он в списках второй оказался то есть у нас хороший балл их шел четыре целых четыреста двенадцать тысячных то есть проходной балл с этим баллом можно было пройти практически на каждый этот ну из-за ажиотажа из-за того что вовремя не менялась информация в компьютере и вот так получилось что мы поступили на сетевое администрирование отдел коммерции год это оплачивается шестьдесят пять тысяч и надо платить раз в полгода то есть по тридцать две тысячи раз в полгода мы должны оплачивать но это не такие большие суммы поэтому мы решили не рисковать спокойно идти учиться туда куда он хочет потому что если бы мы никуда не прошли он бы пошел в радиоколледж а ему там не понравилось или еще куда-то в общем самое главное парень счастлив он хотел именно туда мы выбрали самый лучший колледж самый лучший факультет для него то что ему хотелось поэтому где-то мы сделали может какие-то ошибки но на ошибках учатся я это рассказываю потому что многие переезжают и говорят что нам предстоит там в следующем году куда-то поступать поэтому чтобы вот на моих ошибках люди учились чтобы не переживали допустим изначально когда мы подали документы мы были 50-е в списке а требуется 25 человек естественно мы как-то вообще сникли что такой огромный колледж очень много детей которые подают документы с аттестатами среднего балла 5,0 я думаю ну отличники ну куда вы идете вам прямая дорога там в одиннадцатый класс сдавать ЕГЭ поступать в лучшие институты России они идут в колледж то есть я была очень сильно поражена что такой большой конкурс и такие шикарные у детей баллы вот поэтому ну кто по жизни рискует молодцы я всегда людьми восхищаюсь я нет я такая более осторожная вот ну самое главное не переживайте чтобы главное у вас балл хотя бы был 4,4 балла об этом надо заботиться еще с восьмого класса потому что такие предметы как изо технологии музыка они идут в аттестат еще с восьмого класса их в девятом классе уже нету поэтому старайтесь чтобы ваши детки имели хороший средний аттестат поддерживайте их во всем и тогда дальше у них все получится ну на сегодня все мы очень довольны что начинается новая жизнь новая взрослая интересная жизнь у сына было то что он хотел поэтому все кто поступили я тоже желаю зеленого света во всех делах чтобы действительно жизнь студенческая была интересная насыщенная чтобы все хорошо учились и были прекрасными специалистами всем до новых встреч и все и и и и и и